с громкостью на всех все в порядке ну у меня норм у меня он самый важный это же мумви и так мы начнем с небольшого рейкапа на прошлой сессии лэндфолл стая обсидиан сам отправилась в мифико сити чтобы посетить саббатский праздник пала гранда на котором они узнали что на город в котором они обитают уже 10 лет на даллас объявлен крестовый поход обеспокоены этой вестью священник стаи обеспокоены этой вестью священник стаи немедленно принял решение отправляться назад и прямо перед тем как как сидиан сам приехал транспорт священник стаи неизвестные каиниты притворившись друзьями напали на стаю и в результате столкновения сам сам священник обсе ян сам погиб ребята игроки если у вас есть что-то что вы хотите чтобы я напомнил сейчас самое время если нет то мы просто начнем прямо сейчас урон я себе зарастил же да ну если ты потратил кровь ты зарастил да потратил 3 пункта крови зарастил 3 повреждения времени было достаточно потому что вы в общем-то ехали обратно в даллас около суток сегодня 1 ноября 2015 года у вас разведились все телефоны вы находитесь внутри контейнера фуры которая везет вас обратно в город и сейчас времени по вашим расчетам если или если у кого-то есть наручные часы около половины одиннадцатого и фура останавливается и вы видите как гуль водитель уже сменившийся открывает дверь это тот же водитель который вез вас первым и вы в общем-то находитесь в далласе близко к тому месту с которым вы уехали ваше действие что же я вылезаю из фуры первым и направляюсь к водителю на тет-а-тет водитель стоит прямо у дверей в общем-то заступаешь на землю он стоит прямо перед тобой это достаточно крепкого телосложения белый мужчина он смотрит тебе прямо в глаза но без вызова очень так как бы спокойно ты видишь как Ромео и Начо спускаются вслед за тобой? что ж я хочу обратиться к Гулю тоже без вызова уже более мирно чем к прошлому кто твой хозяин? Гуль немного щупится и говорит ты можешь мне доверять но я нахожусь под инструкциями кто мы хозяин это к сожалению не ваше бума дело он знает кого ты перевозишь? естественно и тот второй который был в Мексике тоже его болезнь в секунду в общем-то молчит потом кивает головой хорошо это все что мне интересно было я помогаю остальным разгрузиться и дорогие вещи Тимати и Оскар тоже заступают на землю осматриваются у всех в общем-то на лицах такое утомленное выражение лица и от самого путешествия недавно прошедших событий Софья и Карлос что вы делаете? как вы себя ведете? я просто выхожу осматриваюсь хорошо Карлос на самом деле заматывает нижнюю снимает себя с головы бандану заматывает лицо скрывая свою новую приобретенную челюсть и старается держаться в принципе рядом с Ромео потому что им ехать его в одну сторону Ромео подходит к Ричарду и негромким голосом говорит ему нам нужно провести СБАД Ричард это так как можно раньше сегодня как ты думаешь? я обращаюсь к Карлосу я смотрю как он забинтовывает себе морду Карлос ты успеешь сегодня найти место для избата? я попробую нам нельзя медлить окей в таком случае я обращаюсь нужно время я обращаюсь к всем хорошо братья сегодня мы должны собраться на избат и обговорить вопросы которые волнуют нашу стаи обсудить наше будущее и то что мы будем делать с с последними событиями Тимати и Начо ду Оскар кивают головой Начо подает голос и говорит мне нужно поговорить с шерифом посмотреть что произошло покаменевал чтобы никто не задал вопросов так что я могу немного опоздать Тимати говорит нам не мешало бы собрать информацию и собраться с мыслями но сегодня так сегодня Ромео ну конечно сегодня нужно ну я все это слушала внимательно ну я смотрю на Ромео с ну во мне явно видно что мне не терпится чтобы все это выяснилось Ромео встречает твой взгляд когда 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 мы все это сидим сегодня 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 говорит Ромео Ричард ты приехал на машине меня Тимати привез давай я тебя подвезу ну и на кое-что поговорить с удовольствием хорошо теперь в общем кто туда направляется кто что делает я иду за Ромео Ильичардом спрашиваю у Ромео не против он если он подкинет меня до района Ромео не против он говорит что вам по пути я честно говоря не помню как я сюда добиралась мы с Оскаром вместе добирались как мы на чьем транспорте на моей машине были на машине Оскара на машине Оскаром хорошо ну значит пока что я видимо с ним хотя на самом деле кто-нибудь из вас куда вы направляетесь кто из вас куда направляется ну Плазан Гроу на район на район обратно домой Ромео говорит Плазан Гроу через Рэдбёрд Дочери тоже? да мне домой что вы сейчас будете делать дома? мне нужно собрать вещи и я поеду выяснять что оставил мне сам сам что оставил мне сам сам ладно я оборачиваюсь к Оскару ты отвезешь меня домой? Оскар кивает головой и застает ключи от машины больше ни слова не говорит Тимати где-то по близости? Тимати иначе иначе уже начинает на самом деле двигаться к машине Тимати иначе его подгоняет очевидно я хочу Тимати подойти и спросить брат ты отвлекаешь его ты отвлекаешь его догоняешь его на тротуаре Тимати подходит к тебе Случайно Случайно не ты заведуешь ключами и местами Самсона? он очень удивленно реагирует и говорит нет все чем я заведую это это нашими деньгами и то они хранятся у Самсона хранились он их хранил что ж хорошо ты тоже не знаешь где он живет да? ну я не знаю где он живет но я начну с бонсайна бонсайного магазинчика может быть там смогу найти что-нибудь интересное начо если тебе понадобится начо качает головой ничего кроме этого магазина не знаю что ж значит буду искать там тимати нам пора ехать тимати кивает головой и они сначала отправляются в общем-то к машине хорошо в общем-то Ричард и Герреро вместе с Ромео садятся в машину двигаются в направлении Редберда София вместе с Оскаром едет в машине по направлению к дому Софии начнем с начнем с Ричарда и Герреро Ромео ведет машину и как бы слегка таким заговорческим тоном но громко достаточно громко чтобы Герреро слышал говорить Ричард нам нам нужно немедленно получить доступ к точной связи сам связывался со всеми через определенные места я знаю одно я тоже Ромео поворачивается к тебе и говорит нам нужно наладить все все отношения внутри консолидироваться мы не можем себе позволить сейчас разбрести с разных направлений понимаешь Самсон воспринимал тебя как своего преемника так так и есть так что я хочу хочу сказать тебе я на твоей стороне спасибо Ромео я знал что могу на тебя положиться в этой ситуации не за что ну Карлос сидит получается на заднем сиденье и глядя в зеркало заднего вида кивает ответ на слова Ромео когда Ромео говорит про то как связываться со всеми Карлос спрашивает у Ромео то есть мы здесь наша стая здесь не одна нет наша стая здесь одна насколько я знаю но мы здесь не просто так Самсон постоянно был в корреспонденции с кем-то может быть ты знаешь где искать что-то конкретное я знаю телефонную будку я знаю это та самая Ромео говорит тебе адрес и судя по всему это та самая телефонная будка знаешь Ричард еще одна вещь как я тебе уже сказал я на твоей стороне и я тебя подержу но если еще раз ты поведешься в бою так глупо как ты сделал вчера ты можешь нас всех похоронить ты это понимаешь? я осознавал риски я знал что Софья Оскар прикроет меня Ромео качает головой и говорит дадим в поле не воин не советую тебе искать практический ответ практическое доказательство этого тезиса Ромео я не один если мы если мы если мы не будем работать координированно мы не переживем ничего серьезного эти ребята которые блять им просто повезло им просто повезло у них не было ни единого шанса и мне грустно что мы что мы потеряли потеряли одного в такой в такой рунде не вини себя да вини себя Ромео проталкивает вот эту телегу а Карлос он отворачивается так в сторону хрустит хрустит пальцами и говорит я должен был быть рядом с ним впереди всех остальных Томаро делает секундную паузу и говорит возможно но это не тварино нам ударили спину да не мог знать на следующий раз что было сказано там в соборе вы же были там вдвоем вы же были там вдвоем как чего мы добились сколько нас осталось живых есть ли какие то проблемы все такое а потом мы выходим и и слышим эту ерунду есть есть идеи кто мог бы мешать нам чьи это могли быть люди и ромао качает головы конкуренты монеты блять не имею такие конкуренты мы все мы все одна армия нет хуйня какая-то тем временем тем временем вы уже подъезжаете к дому ричарда и мы переходим к софе и оскару оскар в общем-то ведет автомобиль он не особенно разговорчивый что ты ему говоришь если говоришь да я довольно много говорю несмотря на то что он видимо мало отвечает я пытаюсь рассаждаться о том что произошло ну я пытаюсь добиться каких то ответ ну какой то ну Русуль что ты ему говоришь что ты ему говоришь конкретно я ничего не понимаю что как вообще такое могло произойти что нам теперь делать мы остались черт возьми мы стоя без головы и мы не стоя без головы не беспокойся об этом голов у нас более чем достаточно ну как это к вам могло произойти я сам блять не знаю это хуйня какая-то ну что мы теперь будем делать то к чему мы готовились все эти годы с софи мы будем воевать вот чем мы будем делать мы мы пройдемся как котов блять по всем кто кто поднимает нас оружие и кто не поднимает мы будем получается воевать против своих я не понимаю что мы будем воевать против своих воевать против своих врагов конечно мы не будем воевать против своих свои на то и свои что ты про фиг не воюешь а нет оскар 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 это мы это мы собак это мы никогда об этом не забывать то кто 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 был там вот на этот вопрос я сам бы хотел узнать ответ кто был там я не знаю кто блять и где предатель но он точно есть я знаю что мы не предатели я не предатель я думаю что сейчас главное не знаешь не терять не терять курс мы будем делать то что должны и все встанет на свои места все встанет на свои места очень легко говорить мы должны делать то что должны но по-моему сейчас стало совершенно непонятно что мы должны может ты и права но я не хочу об этом думать дождемся с батой я уверен что наши светлые головы для чего-то дойдут блять я клянусь если если сегодня мы опять будем сопли жевать я что-нибудь сломаю хватит думать хватит блять готовиться надо делать у меня такое ощущение что приставы поход это и есть то самое делать против которого наши думать блин я я говорю какую-то хрень но серьезно ты видишь что для Оскара это слишком сложно как-то он пытается понять что ты имеешь в виду но по нему видно что он не очень дошел до того что ты пытаешься передать он я я я я имею в виду что ведь мы неспроста спокойно сидели все эти годы это была специальная игра это это был план который который знал Сансен но не мы а теперь 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 просто если мы тянемся мстить сгоряча то что у нас надо еще понять кому мстить то я еще не понимаю так кому мстить то блять сука мы можем еще больше не ломать дров и тогда тогда все окончательно потеряет смысл все что мы делали все что делали те стаи которые пожертвовали собой чтобы мы смогли закрепиться в этом городе это все потеряет смысл если сейчас мы делаем глупости изгоряча а бездельцев мы тоже не можем потому что тогда тем более ты видишь что Воскар замолкает и как бы серьезно задумывается над тем над твоими словами и как бы как-то переваривает это знаешь что я тебе хочу сказать как бы как бы это все не выглядело плохо я рад что мы все есть друг у друга знаешь потому что бля наша стая не была бы тем что она есть только это моя остается рада пацану надо не растерять твои мозги он хлопает тебя по коленке и вы уже начинаете подъезжать к вашему дому точнее точнее я к твоему дому извините вот Оскар останавливается и услышишь что-то или живи в курсе я отправлюсь посмотреть что на улице происходит хорошо спасибо давай выхожу иду к себе хорошо ты находишься в общем то у дверей своего хэвена у меня сразу вопрос у тебя есть домашний телефон? нет нет хорошо а что ты собираешься делать? как не знаю я не знаю даже сколько у меня времени перед избатом и блин ну опять же стяжки нет домашнего телефона с тобой хрен свяжешься и ты не узнаешь ну я конечно сейчас поставлю телефон заряжаться мобильный хорошо ты ставишь телефон заряжаться какой у тебя план вот на ближайшие как по нему несколько допустим несколько часов или вообще какое-то время что ты собираешься делать? ну я бы сходила покормилась так хорошо ты собираешься поохотиться отлично в какой ты собираешься охотиться в окрестностях или где ты собираешься охотиться в каком месте? ну у меня в окрестностях это достаточно нормально безопасно и там я так делаю это безопасно но это, как бы, смотри, этот район, он достаточно пустынный, то есть там кормиться сложно, скорее, то, что людей найти сложно, но это безопасно достаточно. Никогда там не возникало проблем. Ну да, тогда я... Хорошо, отлично. Каким методом ты пользуешься для кормления? Просто скажи, как ты кормишься, как ты заманиваешь свои жертвы, или что ты делаешь? Ну, еще не очень поздно, я могу просто с кем-то пересечься на улице. Хорошо, то есть ты собираешься, как бы, ну, заинтересовать кого-то и, как бы, его в безопасное место отходить. Хорошо. Переходим к Ричарду, на данный момент. Ричард, ты находишься, в общем-то, у дверей своего хэлона, Ромео тебя высадил, что ты делаешь? Мой план таков. Я пойду внутрь, разложу вещи, которые брал с собой по местам, поставлю телефон на зарядку. И, пожалуй, немного... И напишу все, что произошло в свой дневник в этой стриме. Да, телефон немного зарядится. Я бы хотел рвануть в... Сначала, пожалуй, к будке, к той самой. Хорошо. Пока ты вносишь записи в дневник. Гереро, ты едешь вместе с Ромео по направлению к Лазан-Гроу. Он спрашивает тебя, где тебя выкинуть. Меня лучше высадить около конторы Густава. Хорошо. Отличная тема. Ты тебя... Ромео высаживает у конторы Густава. И просит тебя позвонить как можно раньше, когда ты найдешь место. Ты находишься, в общем-то, у дверей бутылительской конторы, в которой обитает Густава. Твои действия. Ну, я иду внутрь. Ты закоешь внутрь, ты видишь, что внутри, в общем-то, никакого лишнего народу нет. Два мускулистых вооруженных парня, в общем-то, Масл, который охраняет это место, сидит и жрет Арафис, в общем-то, и попивает пиво. Густава находится, скорее всего, в своем, в общем-то, кабинете дальше, вглубь. Охранники тоже, ты их знаешь, они тоже из Тиканского синдиката, кивают тебе в уважительном приветствии. Я киваю им в ответ, спрашиваю, типа, ребята, где Густава? Они показывают тебе пальцем в дверь. Я прохожу. Ты заходишь внутрь, Густава сидит за столом, он одет в серую кофту с капюшоном, он сидит и считает деньги. Когда он видит тебя, у него на лице одновременно радость и обеспокоенность. И удивление. То есть сразу масса эмоций. Он встает и... Карлос, проходи. Густава, я как бы захожу внутрь, закрываю дверь и расставляю руки к такому приветствию, к обнимашке. Он тебя обнимает и видит, что когда он приближается ближе, он как бы начинает заглядывать под твою бандану и инстинктивно дергается в страхе. Я разочарована, не бойся, не бойся. Ты это по-прежнему я, твой брат Карлос, все хорошо. С тобой все в порядке? Со мной, да. А вот Самсону немножко не повезло. В каком смысле? Я показываю. Он перекрещивается. Я перекрещиваюсь следом за ним. Там есть какой-нибудь стул или что-то такое? Да, там есть стулья, там есть куда присесть. Я присаживаюсь и спрашиваю Густаву, какие новости за последние два дня? Карлос, новости ничего хорошего. Что случилось? Он достает из стола, в общем-то, небольшую кассетку, которая вставляется в автоответчик. Сейчас, секунду. И вставляет его парад и дает тебе сделать выводы самому. Так, секунду, секунду, секунду. Ты слышишь мужской достаточно молодой голос на записи? Дорогой я Густаво Герерра. Я ищу встречи с твоим очень хорошим, любимым знакомым по имени Гектор Райан. Передай ему, что это в его интересах связаться со мной как можно раньше. Нам есть что обсудить. Густаво выключает пленку. Я не знаю, что это за хуйня. Кто такой Гектор Райан? Густаво пожимает плечами. Если ты не рассказывал Густаво про свою вторую личность, то он понятия не имеет, кто такой Гектор Райан. Окей. Голос мне знаком? Нет, не знаком. Ты знаешь, что такое Гектор Райан? Ты знаешь вообще о чем-то? Да, я понял. Задумчивость и так. Ладно, с этим я разберусь дальше. На улицах что? На улицах? Да ничего. Я слышал, что какие-то ребята, какой-то аутфит из наших приезжают в город. Но никаких подробностей. Окей. Ну это я спрошу у Калева. В общем, Густаво, у нас сегодня большая ночь, нам нужно кое-что, нам нужно всей нашей братьей собраться и обсудить кое-какой вопрос. Нам нужно место. Что ты там приметишь? Куставо смотрит на тебя так немного с какой-то, не то что с эгидой, скорее с недовольством, типа, блядь, еще это. Он, дай подумать. Дай мне адрес. Сейчас я съеду, проверю. И я... Он записывает рядокс на бумажку. Ты не против, если я пока тут позаряжаю телефон? У тебя есть где зарядить телефон? Да, конечно, вот. Пожалуйста. Но ты в салфау. Я заряжаю, я как бы ставлю телефон на зарядку и... Продолжаю с Густаво разговор. Все хорошо, точно? Ты уверен? У тебя все хорошо. Как в общей жизни? Да нормально у меня жизнь. Я без машины. Ты сказал, что я лучше не палил. Ну и... А так все нормально. Все идет в своем череде. Бизнес идет нормально. Хип-хоп. Ганстер не возвращался. Так что... Кальва не задавал лишних вопросов? Не. Все прошло. Ты меня реально выручил. Я, в общем-то... Отдал все, как положено. Никто даже не знал, что деньги попадают. Хорошо. Хорошо. Это все очень хорошо. Я рад, что, на самом деле, что у тебя все в порядке. Что хоть кто-то из нас двоих чего-то в этой жизни достиг. Может, это было не то, чего ты хотел, конечно. Но... Прости меня. Не говори, если бы не ты, если бы не ты, я бы был мертв. Точка. Я не вижу... Я тебя ни за что не убрали, тебя благодаря. Я все понимаю. И я рад, что я... Там, где я есть. Мне это устраивает. Правда. Я счастлив. Я стою... И как бы двигаюсь к нему. Он... Стоит со стула, двигается к тебе. Ну, я прижимаюсь лбом к нему. Типа, только мы вдвоем. Только мы вдвоем. Только мы вдвоем, да. Ладно. Я посижу тут. Не буду тебя отвлекать от дел. Я сажусь рядом с зарядкой с телефона и смотрю, что там за... Время, пока у тебя был севший телефон. Время, пока у тебя был севший телефон, у тебя есть, в общем-то, пропущенные звонки от Карсона. И, в общем-то, откалывают. Но никто тебя особо не искал. То есть, всего два пропущенных вызова. Тем временем мы переходим к Софии, которая возвращается с кормления. Кормление, к сожалению, не удалось. Ты не смогла найти никого, кто подходил под какой-то тип. Все были или группами, семьями, или на машинах. Короче... А сколько времени ты на это потратила? Час. Один час. Ты возвращаешься домой и находишь свой телефон, в общем-то, заряженный с кучей, кучей, кучей сообщений. Во-первых, многие из твоих учеников спрашивают, когда следующее занятие. Потому что, ну, у кого-то поступление, у кого-то там защиты в этом году, еще всякая фигня. И ты находишь достаточно большое количество сообщений от Салли. Ведьмы твоей знакомой, например, которая недовольна тем, что ты не берешь трубки. И сообщения от многих твоих друзей, включая Салли, по поводу того, что сегодня в Элизиуме какая-то движуха. Типа, Софи, приходи, тут ты что, какая-то серьезная тема. Ой. Элиот, зная, что ты не посещаешь второй Элизиум, специально помечаешь, что это Элизиум для взрослых. В карточках. Ну, я начинаю отписываться ученикам, назначаю занятия на... Ну, в принципе, там есть какое-то, наверное, у меня условное расписание по дням недели. Сегодня тоже точно, в полночь, уже точно не проявит биология заниматься, да, то есть на следующие дни, когда хочешь, ты можешь назначать расписание. Но расписание ни одно не учитывает твоей, в общем-то, твоего вампирского существования и твоей стаи и того, что происходит в целом. То есть тут ты не можешь быть удивленным. Вообще, я думаю, что... Вот я пытаюсь себе представить, как я буду вести занятия, там, типа, завтра, и я этого, как бы, не могу представить. Ну, поэтому я пишу им, что я заболела. Хорошо, ты переделаешь, что ты заболела, а они, в общем-то, ну, никто не отвечает, потому что все спят или бухают. Так, отвечаешь ли ты своим знакомым из Далласовских Нернатов? Что-нибудь. Что-нибудь, видимо, надо ответить. Я звоню Эллиоту. Гудки идут около минуты, потом ты слышишь голос Эллиота. Алло, София, ты где? Да. Ну, блин, а что происходит? Блин, я даже не знаю, с чего начать, тут какое-то большое собрание, а принц желает всех видеть и все такое. Что? Это как-то очень внезапно. Да не говори, все даже как-то позабыли, потому что я уже не являюсь членом Комарилы, иначе он пришел, чтобы показать, что я, как бы... Ну, то есть и там, да, и что там происходит. Пока ничего, пока все собираются, в общем-то. У всех кислые рожи, все чем-то недовольные. Ну, обычная Комариля, понимаешь, все, в общем-то, готовятся к тому, чтобы лечь другу под кожу. Ты прячешь или нет? Если ты не доберешься, я тебе все расскажу потом, если хочешь. Ну, вообще, мне как-то сейчас вообще не в тема. Ну, ты сказал, что у меня поздалось ощущение, что это чуть ли не обязательно. Ну, типа того. Ну, на самом деле, как бы, в моем мнении, никто не обязан подчиняться всем этим обязательно, как бы мне лично абсолютно срать. Но, тем не менее, сам-то ты пришел. Ну, потому что я делаю, что хочу. Ладно, я еще подумаю. Если что, ты мне все расскажешь. Спасибо, да. Окей, не вопрос, не вопрос. С удовольствием. Выберемся куда-нибудь в ближайшее время? Ты что-то пропала? В принципе, можно выбраться, да. В Чедерс есть несколько офигенных просто галерей, урбан-арт такой, как бы, реально свежий. Мне кажется, тебе бы зашло. Знаешь, не эта чушь, которая как бы в арт-квартале, а реальное, как бы, реальное творчество. Ну, такое прям. Ну, потом, короче, все расскажу, покажу. Не пропадай, он бросает трубку. Да. Кто из моих знакомых, мне кажется, более точно сможет мне рассказать, что же там происходит. Вот это вот делай выводы сама. Ты не можешь знать, кто из твоих знакомых более достоверный, а кто нет. Они все вампиры, они все лудные. Здесь даже не про правду, а про какое-то отношение к таким мероприятиям. Делай выводы сама. Хорошо, я позвоню. Ну, они все, вероятно, там находятся, ну, или собирались туда пойти. Скорее всего, что да. И, как бы, они, как тебе подсказывает, в общем-то, простая аналитика, скорее всего, никто еще ничего не знает, потому что все еще толком не началось. Какой-то шум есть, а по какому поводу, непонятно, что так. У всех в головах это именно так, что шум непонятно почему. Ну, я звоню Тони Васкизу. Тони незамедлительно берет трубку по шуму. Ну, ты понимаешь, что он прямо в зале, как бы, это сделал, то есть он никуда не выходит. Он такой, да, Лех? Привет. О, привет. Я слышала, что-то происходит, какое-то важное сборище, да? Да, тут все собрались, типа, официальная власть хочет во что-то нас посвятить. Мне кажется, ничего не нравится. Ясно, пока. Скорее всего, или кого-то казнят, или к нам опять намылился саббат. Это мое мнение. Два варианта. Больше поводов нет. Ты уже там, и пока тишина, да? Блин. Как тебе кажется, насколько критично мне приехать? Да я не знаю. Критичный и критичность. Ну, тут вроде более-менее все, кого я знаю, не то, чтобы я всех знал еще. Ну, хоть приезжай, мне будет приятно. Не хочешь, но, как бы, whatever, на самом деле. Я не думаю, что ты фанат казни с другой стороны. Как бы. Я тоже, если честно, не понимаю. Я не испытываю, так что желание приезжать, но есть такое ощущение, что там, где есть все, лучше тоже быть, чтобы не было проблем. Ладно. Ладно. Я попробую подъехать, но не знаю. Ладно, спасибо. Давай. Давай. Это не вопрос. Давай, увидимся. Пока. В итоге, какой твой курс действий? Я, ну, беру с собой телефон, как бы, понятное дело. Вот, я еду туда. Хорошо, перейдем туда. Отлично. Перейдем к Ричарду. Ричард, ты закончил заносить записи в дневник, и, я так понимаю, ты поехал к телефонной будке. Да, я имею машину, в которой есть зарядник для телефона, ставлю его туда и направляюсь к телефонной будке. Мне надо проверить, есть ли там что-то. Хорошо. Ты отправляешься искать телефонную будку по памяти. Ты нифига не ориентируешься в даласских улицах вообще как бы... Ну, да. И водитель ты еще тот? Сдается мне, я не настолько прошаренный в компьютер, чтобы по GPS машину найти точку. Ну, ты адрес не помнишь в этом смысле. А, в смысле, от каких GPS назад? Ну, тебе это не понадобилось, потому что ты достаточно быстро заехал в эти все знакомые места, ты помнишь, как бы, примерный путь. Сравнение. Ты, конечно, заехал в пару тупиков и знатно поплутал. Но ты подъезжаешь, в общем-то, к старой выглядящей телефонной будке. Ты ее нашел. Чудно. Я хочу ее очень осторожно и аккуратно скрыть. Ты, как бы, осматриваешь телефонную будку, дергаешь корпус сюда-сюда, и в определенный момент половина аппарата отходит от дверца. И ты видишь такой, как бы, неглубокий контейнер внутри, в котором, в общем-то, лежат два конверта. К одному из конвертов на печать приклеена карта «Восьмерка Бубей». Ну, что ж, беру оба. Возвращаюсь в машину. Я так понимаю, что тот, который запечатан, он, типа, именной. Никаких имен на них не написано. Просто два конверта простых. Они оба, как бы, заклеены, но к одному на печать прикреплена карта. Что это значит, ты не знаешь. Ну, в таком случае я беру тот, который без карты. Хорошо. Ты открываешь его, и ты видишь, что там короткое сообщение, написанное от руки на испанском. В нем написано. Братья и сестры, время для атаки, наконец, пришло. До прибытия каинитов званием выше я, епископ Барбос, буду стоять во главе кистового похода на Даллас, объявленного Советом Прискусов и поддержанного нашим регентом. Я прибуду в Даллас 2 ноября и приму вас в ту же ночь в гаражном комплексе в Чеддер-Хилл. Вы будете играть критическую роль в предстоящих событиях. Готовьтесь к войне. С нетерпением жду нашей встречи. Подпись. Епископ Барбос. Епископ Барбос – это тот самый чувак, которого топили в бронзовой бочке с кровью. Не в бронзовой бочке, а в чугунной ванной, но да? Ну, соу-соу. Отлично. Ну, тогда второе. Во втором... Второе сообщение не выглядит как письмо, оно выглядит как телеграмма. Там написано. Нам срочно необходимо встретиться в обычном месте, пока никому не доверяй, не принимай никаких решений. Приводи свою стаю, самое время им выйти из резерва. Позвони на этот номер, номер написан, и скажи время встречи, когда ты доберешься. Подпись. Си-эн. Си, которая... С, да? С-э-э-н, да. И на этом мы сделаем коротенький-коротенький перерыв. Да. Вернемся к вам, дорогие зрители, через 5-6 минут. Отлично. Выключай французский...